Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Попробую кратко изложить данный аспект проблемы и современные принципы стратификации, потому что сейчас они стали все чаще и чаще применяться. Ультразвук, как уже говорила Замира Ахметовна, сохраняет за собой ключевые позиции в оборужении узловых образований. Последние десятилетия идет неукронный рост больных с узловыми образованиями. И распространение колебется от 2 до 6 в общей популяции. Хотела бы сказать, что узел щитовидной железы, классификация направлена только на очаговое образование, это ограниченное изменение участка паранхемии, которое при ультразвуком исследования отличается от окружающей ткани. Хотелось бы ознакомить, что мультипараметрическое ультразвуковое исследование, которое сейчас очень часто уже звучит у нас, это B-режим входит, когда мы можем измерить узел, где его место расположения в щитовидной железе для тонкоигольной биопсии, обозначить структурность узла, эхогенность, контур краев наличия и отсутствия холу и наличие и отсутствия крупных или мелких кальцинатов. Также в это исследование в современных аппаратах входит режим доплерографии. И в экспертных препаратах это аппараты, которые оснащены уже эластографией или компрессионной, или сдвиговой волны, и в некоторых наших сканерах есть и контрастная усиленная эхография. Данный аспект данной классификации, как правило, включает только B-режим и режим доплерских методик. Ультразвуковая компрессионная эластография или сдвиговой волны это дополнительный метод, который может применяться, может не применяться в данной классификации. Хотелось бы сказать, что эта классификация предназначена для решения вопроса отбора узловых образований, выявленных при ультразвуку на биопсию, предназначена в первую очередь для врачей первичного звена, то есть это поликлинические врачи, и была внедрена в 2009 году Леонор Хорвадс на большом объеме пациентов. И примерно в русской версии это была такая классификация. Для чего нужна эта классификация? Очень много полемических заметок было, и вот была опубликована статья наших коллег Борсукова Алексея Васильевича. Для чего? Это индекс корпоративности, то есть мы должны говорить на одном языке все диагности, это стандаризация ультразвукового мониторинга, это для того, чтобы мы разговаривали с врачами, как эндокринологами, так и хирургами на одном языке, и приемственность этапов диагностики поликлиника стационар. Европейская кофтуфикация, которая была внедрена, она вот на ваших экранах, как правило, которая не требует биопсии, это изоэнохогенные узлы, это ТАИРАДС-2, риск 0, как мы видим, изоэнохогенные узловые образования, это ТАИРАДС-3, но, как мы видим, биопсия только при узловых образованиях больше 20 мм. Гипоэхогенные узлы – это уже риск от 6 до 17%, и применение больше 15 мм в тонкоигольной биопсии. И, как мы знаем, вот этот критерий пяти признаков злокачественности – это преобладание вертикального размера над горизонтальным, солидная структура, выраженное снижение эхогенности, нечеткий контурус и микрокальцинаты. Тогда узловые образования при европейской классификации мы применяем даже когда больше 10 мм выполняется тонкоигольная биопсия. Корейская классификация, как видите, более значимая, здесь больше выявляется признаков, но, в принципе, такие же критерии, как и преевропейская классификация, это простые кисты или простые кисты или фолликулы крупные с эффектом симптома кометы, губчатые узлы, изоэхогенные узлы и солидно-гипоэхогенные узлы. И они рекомендуют применение тонкоигольной биопсии, и, как вы видите, уже при изменениях меньше 5 мм. И более значимое наблюдение, даже если эти узлы доброкачественные, от 3 до 6 месяцев. Американская фолликация, предложенная Американской ассоциацией эндокринологов, мы видим, в 2017 году, она основана на бальности, но все те же признаки. И только единственное, что при ТРАЦ-5 меньше 5 мм рекомендуется наблюдение, а не тонкоигольная биопсия. Как мы видим на этой... Нашими коллегами, как я потом покажу в статье, мы применяем базовые режимы и выделяем большие признаки, как я уже говорила, снижение эхогенности, вертикальной пространственной ориентации, мекрокальцинаты, неровные, бугристые, нечеткие контуры, но и малые признаки рака щитовидной железы. Когда есть умеренное снижение эхогенности, неравномерность узла, хотя бы одно гипохогенное включение, уже округлась форма узла, неравномерная толщина холу, наличие макрокальцинатов, акустическая тень за узлом, высокая жесткость при эластографии и патологический рисунок, при данной доплерографии, который мы рассмотрим дальше. Вот эта статья, она вышла в 2019 году, как вы видите, большое количество участников по разным регионам нашей страны, и дальше мы рассмотрим эти данные на вот этой таблице, которую мы попытаемся внедрить. Мы видим, что такое же динамическое наблюдение, четвертая и пятая группа, все-таки 10 миллиметров остается, как принято у эндокринологов, и до 5 миллиметров мы, конечно, осуществляем на биопсию, но иногда она не информативна. И, как вы видите, я дальше рассмотрю далее, более частое наблюдение. Размеры узла, как правило, не имеют какие-то принципы злокачественности, но если они увеличиваются по объему больше 50% или по размерам больше 30%, потому что каждый исследователь измеряет по-разному данный узел, и мы сталкиваемся с этим, то иногда это и является признаком, который мы направим все-таки на биопсию. Форма правильная, воидная форма, шаровидная, неправильная, как вы видите, тоже является признаком злокачественности. Границы четкие и нечеткие, или размытые. Контур ровный, неровный, бугристый, учистый, микродольчатый. Тоже является признаком, который мы критерием направления на биопсию. Сочетание границ и контура узла четкий и ровный, но нечеткий, неровный, нечеткий, неровный, мы, конечно, тоже будем отправлять на биопсию. Как я уже говорила ранее, горизонтальная ориентация, как правило, это губчатые узлы, это признак доброкачественности, но если узел уже имеет вертикальную или округлую форму, мы, конечно, направляем данные узлы на биопсию. Эхогенность ткани, мы изучаем ее относительно ткани щитовидной железы или окружающих мышц, как правило, это кивательная мышца. И значительное снижение или снижение умеренной эхогенности является, конечно, признаком направления на тонкоигольную биопсию. А узлы анахогенные, гиперхогенные или эзохогенные все-таки не направляются на биопсию. Структура. Данная классификация направлена все-таки на солидные узлы, а кистозно-солидные структуры или преимущественно солидные будет далее, конечно, разрабатываться, потому что, как правило, это коллоидные узлы. Кальцинаты. Микрокальцинаты меньше 1 мм, макрокальцинаты, кальцинырные участки ткани щитовидной железы. И сейчас уже полностью кальцинырные узлы по типу яичной скорлупы все-таки нужно отправлять на биопсию, потому что иногда данные узловые образования могут оказаться именно излокачественным, как правило, папиллярный рак. Акустические эффекты, как уже говорилось ранее, это псевдоусиление после узла, и акустическая тень тоже является признанным для злокочисления. А хвост комет, то, что мы знаем, это макрофолликулус с гиперэкогенными включениями по типу расширенного скученного холлоида с признаками реверберации. Это, конечно, признаки доброкачественности. Наличие или отсутствие холлоида, сформированные вокруг образования перинодальные сосуды или зоны инфильтрации, когда холло неравномерный, утолщенный и непрерывный, естественно, нужно направлять на биопсию. То, что согласно режиму ЦТК. Перинодулярный кровоток, как правило, все-таки это, если сосудов нет по смешанному типу, это признак коллоидно-измененного узла. Мы еще различаем периферический, центральный и смешанный. Вот здесь представлены данные узлы. Но патологические сосуды к рисунку узла, когда можно встретить в заключении, это все-таки любой тип кровотока. Но, как правило, это смешанный или центральный. Мы видим уже извитые, ветвиственные, обрубленные, неравномерно расширенные сосуды, которые характерны все-таки для злокачественной опухоли. И то, что касается эластометрии и режима эластографии. Это очень полемичная сейчас такая дискуссионная вещь. Это оценивается относительно жесткость тканей, является как дополнением к B-режиму. Это все врачи ультразвуковой диагностики знают. И, конечно, очень хорошо высокая жесткость выявляется при популярном раке. И диагностическая точность достаточно высока. В зависимости от афро, от 91 до 96%. Но нередко злокачественное образование щитовидной железы, такие как фолликулярные и медулярные раки, имеют среднюю низкую жесткость. И это ограничивает активное применение эластографии, согласно рекомендации ВИФУМБа 2016 года. В настоящее время мы знаем, что в клинической практике принимаются два метода эластографии. Это компрессионная эластография и эстроэнная эластография. Интернезиентная или сдвиговолновая эластография. Показания – это наличие репальпированного образования или же визуализированного образования в щитовидной железе и оценка состояния региональных лимфатических узлов. Как мы видим, в статье 2017 года она очень хорошо распится на рекомендации. При компрессионной эластографии мы смотрим, это качественная оценка, и в зависимости от нее мы пишем баллы или еще эластотип. И пороговая или граница, как правило, при компрессионной эластографии в зависимости от афро, где-то в среднем единицы 3, при которой при папиллярном раке это достаточно высокая чувствительность и специфичность данного метода. При эластографии сдвиговой волны, которая оценивает скорость в выбранной зоне интереса, и приточечной – это серкошкальная эластография, а при сдвиговой волне может быть разные оттенки в зависимости от аппаратуры, но может быть пороговое значение, как правило, если в метрах в секунду от 24 до 47, по различным авторам, и если в килопаскалис, от 22 до 48 килопаскалей. И несколько примеров. Как вы видите, то, что мы пишем Тайрац-1, это мы не видим узловых образований в щитовидной железе, или есть диффузные изменения по типу тиреидита, тоже без узловых изменений. Тайрац-2 – это доброкачественное образование по типу макрофолликула с коллоидом или изоэзоэхогенные коллоидные узлы, и также туда же входят тиреидиты, острые подострые, которые не имеют узловых образований. Низкая вероятность злокачественности – это, как правило, изоэхогенные или гиперхогенные узлы, и то, что хотелось бы заострить внимание. Пункция в категории Тайрац-3, даже если мы осуществляем, возможна при наличии клинической необходимости, и рекомендуется она только лечащим врачом, то есть или эндокринологом, или хирургом. То есть они могут назначить функционную биопсию, если они считают, что это необходимо. При отрицательной динамике, если мы видим во время динамического мониторинга, мы можем перевести в Тайрац-4 узлы, которые за 6 месяцев изменили свои характеристики в В-режиме. То есть они увеличились на 30%, приобрели шаровидную форму, появились какие-то гиперхогенные включения, сформировались кальцинаты, появилась деформация капсулы узла, появились какие-то патологически измененные лимфатические узлы на шее, которые не выявлялись ранее. Также появился патологический кровоток и повысилась жесткость или коэффициент жесткости узла. И в заключении хотелось бы сказать, что классификация Тайрац предназначена не для диагностики рака щитовидной жизни, а для выделения группы узлов, подозрительно-злокачественный процесс, направленный на биопсию. При наличии одного узла выносится итоговое заключение по одному узлу. Если несколько узлов, вы указываете четко по сегментам описание каждого узла для биопсии. При многоузловом зобе описываются подозрительные узловые образования. И эта классификация предназначена для оценки степени злокачественности солидных или преимущественно солидных узлов. И разработка признаков кистозных и с пристенечным компонентом пока продолжается. И разведивая классификации способствует уточнению, упрощению, возможности влияния с пристенечными вариантами. И переход на нее может способствовать единообразию работы врачей, различных специальностей в России, с единой терминологией и, конечно, с положительным влиянием на конечный показатель по выявлению злокачественности процесса. Спасибо за внимание.